Приготовим вкусные домашние бургеры. Полный рецепт распишу под видео. Делаем опару. В миску наливаем тёплое молоко, добавляем половину сахара, дрожжи. Хорошо всё перемешиваем, добавляем столовую ложку муки и оставляем подниматься. Затем опару переливаю в более удобную ёмкость, добавляю молоко, сахар оставшийся, разбиваю одно яйцо, добавляю растопленное сливочное масло и всё хорошо перемешиваю. Добавляю соль, порционно добавляю муку. Сначала замешиваю тесто венчиком, затем добавлю ещё. Снова замешиваю венчиком. Добавляю оставшуюся муку и замешиваю тесто уже руками. Тесто должно получиться мягким и не прилипать к рукам. Даем тесту отдохнуть минут 15-20. Спустя время разделяю тесто. Для бургеров разделяю по 100 грамм, а для мини-булочек по 50 грамм. Делаю шарики и оставляю в сторонке подниматься. После накрываем полотенцем и даём отдохнуть 15 минут. Спустя 15 минут раскатываем ещё раз шарики и уже перекладываем на пергаментную бумагу. Отправляем булочки подниматься на полтора часа в духовку и под противень наливаем горячую воду. Готовые булочки уже смазываем желтком. Посыпаем кунжутом и выпекаем в духовке 15-20 минут до золотистой корочки. Готовые булочки перекладываю на решётку и приступаю к начинкам. Сначала делаем котлеты. К куриному фаршу добавляем лук, соль, перец, паприку, крахмал, растительное масло и всё хорошо перемешиваем. Обязательно фарш затем нужно отбить минуту-две. Теперь формируем котлету. Берём небольшой кусочек фарша, формируем шарик, затем придавливаем и делаем круглую котлету. Окунаем в панировочных сухарях, перекладываем в досочку. Тем временем разогреваем сковороду, наливаем растительное масло и жарим наши котлеты с обеих сторон. Обжаренные котлеты перекладываем на пергаментную бумагу, запекаем в духовке минут 5. Булочки разделяем на две. Обжариваем до золотистой корочки. Поверх котлет кладём сыр и оставляем в сторонке. Булочки смазываем майонезом и кетчупом. Заранее подготавливаем овощи. У меня это лист салата. Затем добавляю лук, огурцы, помидоры, котлету с сыром. Верхние булочки также смазываю смесью майонеза и кетчупа. Затем закрываю бургеры. И в конце у нас получатся вот такие вкусные домашние куриные бургеры. Обязательно приготовьте по моему рецепту. Всем приятного аппетита!